В стенах городского отдела архитектуры и градостроительства развернулась полемика. Коммунальщики, архитекторы и представители районных акиматов вносят свои коррективы в план по улучшению общего архитектурного облика города. Камнем преткновения стали районы Коксай 2 и 3. Вопрос реконструкции районов, прозванных в народе «зеленая балка», поднимали уже не раз. Власти даже предлагали снести дома на Халовке. Но и тогда и сейчас собравшиеся не могут прийти к единому знаменателю относительно вопроса изъятия земель. В данном прошлом году сказали, что с 1800 всего лишь 19% имеют правоустанавливающие документы, а остальные не имеют. Чтобы воплотить жизнь, надо изнимать их. А если невозможно, правоустанавливающие документы никак будем изнимать их. Дело в том, что на уровне проекта детальной планировки нами не предусматривается оформление земельных участков. Это не оформление. По плану под снос попадает почти 15 тысяч квадратных метров построек. Эта необходимая мера, по словам архитекторов, должна не только преобразить внешний облик города, но и улучшить качество жизни населения. После сноса и реконструкции в районах Коксай 2 и 3 жилищный фонд увеличится на 130 тысяч квадратных метров. Появится парковая зона, бизнес-центры и новый детский сад на 320 мест. Главные градостроители называют новый проект сырым. Для того, чтобы район гармонично вписался в архитектурный ансамбль города, его необходимо доработать. Зеленый, мы сейчас выискиваем, ходим. А вы делаете совершенно новый микрорайон, в котором надо заранее сразу предусмотреть. А вот эту всю полосу, где вы располагаете эти офисы, сделал бы парковой зоной. После этого уже отошли бы чуть-чуть и начали бы делать ваши эти бизнес-центры. Не менее грандиозные изменения ожидают и район Асар-2. Правда, здесь снос объектов не предусмотрен, а под изъятие попадает всего 3,5% земельных участков. После, по плану, вдоль трассы появятся многоэтажные дома и бизнес-центры, оборудованные многоярусным паркингом. Мы только вносим предложение, а уже механизмы реализации и способы будут разрабатываться. Проект реконструкции районов будет осуществляться в четыре этапа. Проектосметную документацию обещают утвердить до конца этого года. Ксения Поленица, Константин Исупов, Ербол Махашев, информационная служба, телекомпания «Утрар».